Всем привет! Давайте позабрашим немножко опять. Изучим вот эту вот функцию FiberMesh, что она делает, для чего она нужна. Что нам нужно сделать? Я выбрал вот такую модель, она без симметрии. Если вы лепите модель, бюст, лицо человека, оно в принципе не симметрично. Если вы включаете симметрию в лепку, то модель будет все равно неестественна, потому что повторить все черты невозможно, используя симметрию. Бюст будет на себя не похож. Давайте теперь, к чему я это сказал, что симметрию, если включить, вы видите, что в симметрии работать с ней не получится, с этой моделью. Будем работать без нее. Для чего нужен FiberMesh? Я сейчас постараюсь объяснить. Давайте приступим. Первое, что нам нужно сделать, нанести маску. Маску наносим, зажав Ctrl и левая кнопка мыши. Вот так наносим нашу маску таким макаром. Будем делать бороду на модель. Борода вообще-то делается на окрашенную модель уже. Здесь я выбрал модель Емельяненко, он весь лысый, лучше объяснять будет. Вот так вот давайте сделаем. Теперь, что мы делаем, заходим в FiberMesh. Зашли. Нажимаем вот эту кнопку Leadbox. Открывается у нас вот такая вкладка Fibers и вот такие у нас здесь причиндалы. Выбираем, допустим, ту, которая нам нужна. Вот эту выберем. Отключаем Leadbox. Вот теперь вы видите, какая у нас борода у Емельяненко. Что теперь надо делать. Теперь давайте откроем Mobi Fires. Вот такая фишка у нас здесь. Полоски. Для чего они нужны? Они нужны, чтобы вот уменьшать интенсивность бороды. Вот ее можно вот этой клавиши уменьшить вот до таких размеров. Когда вы крутите модель, борода ненадолго исчезает. Это не беда. Вот такая фишка у нас получилась. Здесь же можно сделать ее немного торчащей, свисающей. Это вот использую такие вот полоски. Вы их потом попробуете реже. Вот это вот Max Fibers это делает реже бороду. Вот смотрите. Плоть до легкой небритости. Но нам это не надо. Вот так мы это дело сделаем. Следующий какой наш момент, когда нас это дело все устраивает. Кстати, тут можно ее немножко осветлить. Вот таким макаром вот эти кнопки. Вот она осветляет. Рыжие делает чуть-чуть. Теперь что мы делаем. Если нас все устраивает, заходим в Masking. Отключаем маску. Возвращаемся в Fiber Mesh. Fiber Mesh. И жмем Accept. Вот эту кнопку. Нажимаем Accept. Нажимаем Subtool. И вот у нас появился Subtool. Вот такая фишка у нас появилась. Что теперь можно с ней сделать? Давайте посмотрим. Вот такая у нас борода реденькая. Нормальная, я считаю. Пойдет. Теперь давайте, что еще можно с ней сделать? Разберем. Нажмем вот эту кнопку Brush. Нажмем G. Вот здесь вот у нас перья для таких вот работ. Для бород, усов. Вся фишка. Ну, давайте нажмем Gromer Strong вот эту кнопку пятую. Отключим наш основной Subtool. Уменьшим интенсивность. И вот так вот Попробуем повытягивать ее. Чуть-чуть выровнять. Все, допустим, у нас это дело устраивает. Включаем опять FiberMess. Вот такая фишка у нас у Емельяненко получилась. Давайте теперь мы причесон сделаем. Опять же повторюсь, все это дело делается на накрашенной модели уже. Переключимся на Емельяненко. Сделаем вот так ему. Вот такие у нас получается. Наносим маску. Не бойтесь нанести маску на предыдущую бороду. Все это нормально. Она не влияет на эти все фишки. Вот такая штукенция у нас получается. Комментировать получается медленно, потому что чуть-чуть медленно работает компьютер у меня. Программа сама диктует, как идет речь. Так что вы не судите строго. Вот мы нанесли маску. Давайте опять откроем FiberMess. Опять нажимаем Lickbox. Опять выберем нашу текстуру или как ее называют. Вот такая фишка получилась. Ну прям орангутанг. Опять уменьшим ему интенсивность. Давайте чуть подправим ее. потолще вот можно волос сделать. Так. Волос этот нам что-то не подходит. Давайте вот этот выберем. Вот. Вот этот будет получше. Что-то он у нас редкий. поэкроем полосками немножко. Так. Ну это слишком редкий будет. Вот так давайте оставим. Ничего так пойдет. Проделываем ту же операцию. Отключаем FiberMess. Нажимаем маскинг. Снимаем маску. Возвращаемся в FiberMess. И жмем Acept. Жмем Да. Вот у нас появился еще один SubTool. Вот оно. Давайте теперь немножко поработаем над волосом. Вот. кстати с волосом можно работать еще и кнопку вот этой пером Moff. Давайте отключим нашу модель. Перейдем к волосу и немножко его соберем в кучу. Вот таким макаром. его можно вот так вытягивать. Можно уплотнять. Давайте чуть-чуть с боков подберем его. все. Допустим нас это дело все устраивает. Опять все включаем. Все SubTool. Вот такая фишка у нас получается. Прикольная. Надеюсь вам понравится она. Теперь давайте поговорим как все это дело сохраняется. Нажимаем Fiber Mesh. Допустим SubTool у нас открытый. Вот так мы его оставляем и жмем наш Fiber Mesh на Save. Вот получается такой файл у нас Fiber 25. Можно его в этом формате сохранить куда вам надо. А есть еще возможность вот ZFP а есть еще возможность сохранить его сейчас вспомню так еще о чем я забыл сказать что после каждого допустим вот вы открываете Fiber Mesh все вас устраивает допустим все вот волосы у нас жмете Ацеп вот этот и потом после каждого SubTool вы должны сжать на БПР это вот выглядит в принципе вот таким макаром чтобы это все дело закрепилось сейчас посмотрим как это будет выглядеть по другому вот все он прогоняет время это много не занимает в отличии от раскладки и так далее вот такие волосы у нас получились борода более гладкая волосы тоже можно выхладить еще в принципе меня устраивает если делаю дальше что сохранение я вам уже показывал жмем фибер и допустим вот допустим у нас есть вот такая вот такой волос нажимаем фибер мес сохраняем можно сохранить на рабочий стол можно еще куда можно сохранить именно в папку литбокс и он здесь высветится и в дальнейшем вы сможете его использовать для работы с другими моделями так что еще забыл рассказать так что вот это вот у нас так это у нас цветность волос допустим можно поменять но это в процессе я сразу не сказал это вот когда вы делаете сам волос вот вы можете менять его полностью цвет что тут еще можно сделать так модифайр это вот здесь у нас текстуры это у нас сохранение экспорт векторный вот тоже нажимаете можно сохранить это вот у нас 32-битный экспорт дисплейсмент ну в принципе и все также здесь можно менять цветовые вот это у нас можно остроту менять волос чтобы кончики были более острые или более плавно свисающие давайте еще световую схему посмотрим так это вот это мы уже посмотрели вот color вот такая вот цветовая тоже фишка вот так все это дело можно менять в принципе разберетесь все тут доступно все всем пока он он Продолжение следует...